Эдвард, только подождите этот факт, это бесплатно на Киев отправить... Поэтому это бесплатно. А с кем делал эти договорились? Ну, договор, я так понял, это было межправительственное. Поэтому, кто конкретно об этом договорился, я не знаю. Я знаю, что с нашей стороны это делает наш руководитель, того, которого мы всенародно избрали, Захарченко Александр Владимирович. А вы считаете, как первая степень, как договорились между ДНР и Киев? Ну, я многих вещей не знаю. Вот этих всех договоренностей, которые там происходили, о чем именно конкретно договорились. Украинская страна все время заявляла о том, что она категорически отказывается у нас покупать. По экономическим соображениям это было невыгодно. С ЮАР они закупили, разорился грандиозный скандал. Выяснилось, что это была конденсационная схема. Потом они стали говорить, что будут закупать и в Европе. В Европе тоже уголь не идет. Потом стали говорить о том, что закупать должны они в России. Но я лично слышал интервью министра топливной энергетики Украины, который сказал, что самое выгодно покупать уголь только на Донбассе. Мне все. Эд, можете себе представить? Да, пожалуйста. Подполковник Басурин, зам командующего корпуса по работе с личным составом. Спасибо. Увала! Да! Все, взбавляйте! И сюжет оправки. Давай, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok